Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 апреля. Я вот сегодня работаю в теплице, с утра пораньше, пока нет жары. И прочитав утром комментарии, я поняла, что пора уже начинать разговор о подкормках. Потому что у меня тоже скоро будет первая подкормка. Но перед тем, как рассказать вам, чем я буду подкармливать, как я буду подкармливать, я сначала хочу ознакомить вас с информацией. Я вывела для себя таких три золотых правила подкормок, которые особенно начинающий огородник должны помнить, как таблица умножения. Я всегда повторяю почти в каждом видео о подкормках, что самое главное золотое правило подкормок, это лучше не докормить, чем перекормить. Про каждое правило я буду отдельно потом, ну как, объяснять, что это значит. Второе правило, которое я тоже считаю не менее важным, это подкармливая свои растения, не набреди им. И третье, что все подкормки должны быть обязательно по показаниям, что просто так, потому что другие люди подкармливают, и я подкармливаю, так делать нельзя. Начинаем с самого первого. Лучше не докормить, чем перекормить. Особенно это касается новичков. У нас есть инструкция на каждом препарате, который мы хочем применить. И вот, читая инструкцию, очень многие почему-то думают, что если добавить чуть больше, чем написано в инструкции, то будет чуть лучше. Эффект очень часто, почти всегда бывает обратный. Делается и засоленность почвы, и корневой системы, и нагрузка. Это касается и в стаканчиках, когда выращиваем, и вот сейчас, когда подкармливаем. Ни в коем случае нельзя превышать дозу, указанную в инструкции. И ни в коем случае нельзя учащать, делать чаще, чем нас просят, рекомендуют специалисты. У нас проборное опрыскивание, многие, наверное, считают, что не чаще трех раз в сезон. Три раза. Не надо делать пять раз, шесть раз. Русским языком написано. Фаза бутонизации первый раз. Фаза активного цветения массового второй раз. И фаза вот образования завязи, когда уже много зеленых завязей, это третий раз. Все. Если вы думаете, что вы будете опрыскивать, например, весь сезон раз в неделю, то будет это лучше. Никакого улучшения от этого не будет. Вот это золотое правило, которое лучше не докормить, чем перекормить. И если, например, на каком-то препарате написано, что повторять, вот первая подкормка, например, в начале июля повторить через 14 дней, то не надо этот период сокращать. Если через полмесяца, значит через полмесяца. Не нужно, есть выражение, вот перекормили, залюбили. Не нужно вот в случае с подкормками проявлять такую активность. Потом. Ой, Надька. Надька соскучилась по мне. Потом. Подкармливое растение не навреди. Это уже совсем другой вопрос. Это связано с чем? Если вы делаете корневую подкормку, только всегда по влажному грунту. Потому что хоть это рассада, хоть это только что высаженные растения, нежные корешки можно любой подкормкой обжечь. Конечно, это не тот ожог в прямом смысле слова. А это вот воздействие вот этих всяких препаратов на корни. И корневая система может дать сбой, может наоборот затормозиться рост растения. Если это листовая подкормка, то обязательно соблюдайте правила листовой подкормки. То есть, или рано утром, пока нет солнца, или вечером, когда нет солнца. Потому что листья молодые тоже можно сжечь. Если вот сейчас у меня 10 утра, если я начну сейчас делать опрыскивание, это неправильно, это нельзя. Об этом даже не должны вы думать. Когда светит солнце, подкармливать по листу нельзя ни в коем случае. Потом пишут. Почему-то у меня желтые пятнышки на листях появляются. Почему-то у меня листья скручиваются. Или почему-то у меня... Ну, короче, очень много вот таких почему-то. Это от таких подкормок. И третье. Подкормку, так же как лекарство врач выписывает по показаниям, вы своим растением должны применять тоже только тогда, когда нужно. Я вот, чтобы было понятно, приведу такой пример. Пример. Есть у нас прекрасное удобрение карбамид, мочевина, азотосодержащие. Мы знаем, что у нас весной рассада желтенькая, хиленькая, слабенькая. И стоит только подкормить 2-3 раза мочевиной, оно сразу будет толстое, с зелеными листьями, такое, как дубок. Не нужно этого делать. Если растение выращивалось в неблагоприятных условиях, когда было мало солнца, когда было ему тесно там, его достаточно выставить на солнце или высадить в открытый грунт, оно естественным образом все исправится. Не применяйте вот такие вот подкормки, которые вы хотите ускорить процесс, ускорить ритм жизни растения. Но карбамид прекрасное удобрение, которое бывает незаменимо. В прошлом году я снимала видео, когда у меня при ранней высадке целая грядка сорта демидова обмерзла, замерзла, листья вообще замерзли. Остались одни будылышки. Вот в этом случае явно показания подкормки азотосодержащими. Я полила мочевиной вот этой карбамидом для наращивания ускоренного зеленой массы, чтобы растение это, как сказать, обмороженное, вот такое вот как почти испорченное, оно догнало своих сверстников. Ну что и произошло. Благодаря этому карбамиду начался активный рост. Очень быстро полезли пасынки, образовались листья. Правда, растение начало расти по другой схеме, потому что верхушка обмерзла. Но они начали через пасынки давать также цветочные плодовые кисти, дали урожай. И вот в этом случае подкормка обязательно. Почему я все подробно это так рассказываю? Потому что вы должны ко всему подходить осознанно. И подкормка у некоторых, это как волшебная палочка-выручалочка. Ну как, ее хотят применять в любых случаях. Когда не хочется лишний раз выносить на солнце, когда не хочется на доращивание, на растолщение, вот это хлопотать, бегать, конечно, проще раз подкормить карбамидом. И вот они, они как в сказке выросли. Но вы не забывайте, что оно может перейти в фазу жирования, вот, например, такой томат. И он будет развивать свою вегетативную массу в ущерб цветения, в ущерб плодоношения. Поэтому три золотых правила подкормки должен знать каждый начинающий. Лучше не докормить, чем перекормить. Потом, подкармливая, не навреди. И применять подкормки только по показаниям. Все, до свидания.